В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Путь до детской поликлиники, полоса с препятствиями, очередное обращение в городской дозор. Технопарк Кланториум. Саровчан приглашает к участию в федеральном проекте технической направленности. Вечер современной хореографии. Театр танца и кислород на сцене художественной галереи. Далее расскажем обо всем подробно. Восстановление исторического облика Свято-Успенского мужского монастыря Саровской пустыни идет полным ходом. Сейчас ведутся работы по подготовке к освящению Успенского собора и строительству храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Для восстановления монастыря светские организации, ранее занимавшие помещение на Монастырской площади, переехали в другие здания. Однако до сих пор нерешенным остается вопрос с детской поликлиникой. Сроки строительства нового здания на улице Силкина пока неизвестны. Маленьким пациентам и их родителям приходится преодолевать множество препятствий, чтобы добраться до лечебного учреждения. Как ни старайся, но колеса летней прогулочной коляски не попадают в специальные спуски на лестнице. Металлические конструкции давно устарели и не соответствуют параметрам современных средств передвижения для малышей. Несколько крутых лестниц – это едва ли не единственный обход стройки на Монастырской площади. Для мам с колясками и маленькими детьми этот путь стал настоящей полосой препятствий. В последнее время стало очень неудобно ходить после того, как закрыли проход. Получается, есть только два варианта, которые быстрые, потому что ребенок все равно живет по своему графику. Нам нужно быстро сходить и плюс еще как бы погулять. Поэтому всегда на коляске. В лето все-таки хочется ребенку оздоровительные процедуры какие-то проводить одновременно с походом в поликлинику. Молодая мама Екатерина и ее сын Матвей – постоянные посетители старой детской поликлиники. По правилам малышам до года нужно часто делать прививки, сдавать анализы, регулярно ходить к педиатру и на консультации к узким специалистам. Ходим все время вот по каким-то лестницам. И одно и тяжело это делать. Все-таки мамы – это хрупкие создания, которых нужно беречь. Все мои знакомы, с которыми я на данный момент общаюсь, просто когда идешь по пути в поликлинику, встречаешь людей, которые и туда идут, и оттуда идут. И зачастую 80% девушек должны поднимать коляску и нести на себе. Ну а для соровчан, которым нужно пройти через Монастырскую площадь без детских коляск и велосипедов, существует так называемый альтернативный проход. Очень узкий и опасный, потому что находится он прямо под строительными лесами. Самый короткий путь из старого района до Монастырской площади перегородила стройка. Чтобы сократить дорогу, некоторые соровчане на свой страх и риск проходят рядом с работающей техникой и достаточно глубокими ямами. Сейчас здесь идет перенос коммуникаций на исторический уровень и возводится восточный келейный комплекс. Часть по первому этажу восточного келейного корпуса возведена. И, соответственно, перейдем после бетонных работ к возведению северо-восточной водяной башни. И будет рабочий проход, над которым была небольшая 25-метровая башенка. Проход обещают открыть через 2-3 недели, когда будут завершены основные работы по возведению арки. Что же касается других объектов, то строительство Успенского собора завершено. Сейчас там идет внутренняя отделка и подготовка к его освещению. Восстанавливается храм в честь иконы Божьей Матери, живоносный источник. В здании, где раньше было бюро пропусков, появится гостиница. Основные работы – это восстановление исторических фасадов, которые были срублены заподлицо и заштукатурены. Снимается штукатурный слой, восстанавливается полностью исторический облик оконных проемов, расположение окон. И, соответственно, наружная отделка и внутренняя перепланировка под нужды монастыря. Рабочие ворота будут установлены там, где раньше под башней были проезды автомобилей. На центральном проходе появятся двойные металлические конструкции. Ворота также установят с восточной части монастыря. Хочется надеяться, что к этому времени уже решится вопрос со строительством новой детской поликлиники. Сейчас проект нового здания проходит экспертизу. О том, когда сыровчанам ждать начало строительных работ, расскажем в ближайших выпусках новостей. Этот и другие выпуски «Городского дозора» смотрите на нашем официальном канале в Ютубе. К другим новостям. Уже давно экологи всего мира бьют тревогу. Наша планета стремительно зарастает мусором. Большие свалки образуются как на суше вокруг городов, так и в океанах. Наши отходы наносят непоправимый вред природе. Ухудшают качество питьевой воды, почвы и воздуха. Ведут к гибели животных и растений, появление опасных болезней. Помочь природе и хоть как-то минимизировать ущерб может каждый из нас. Первый шаг на пути спасения планеты – сортировка мусора. Сегодня все больше людей задумываются о том, какой ущерб природе наносит мусор. Большинство из того, что мы бросаем в урны, это на самом деле материалы, которые можно переработать. Чтобы сократить объемы мусора, которые отправляют на полигон, в нашем городе открыты пункты приема отходов, которые будут использованы повторно. Есть пункт приема на товарной базе по адресу железнодорожная 9, куда можно прийти и сдать пластик. Также они принимают муклатуру. Есть у нас компания так называемый «Саровский фтормед». Они расположены на шоссе Южном, 26. Они принимают муклатуру, стекло, пластик и металл. Что касается батареек, то в Сарове нет специально организованного места их сбора. Возить их нужно в торговые центры Нижнего Новгорода, где стоят контейнеры для этих опасных отходов. А вот с ртутными лампами все гораздо проще. Принимать их обязана управляющая компания у собственников многоквартирных домов. Либо это пункты приема организуются, либо собственник на квартирный дом обращается в управляющую компанию. На территорию города у нас есть два пункта приема. Центры ЖКХ расположены они на улице Пионерской, 22 и на Курчатово, 29. Снизить вред от мусора хочет и областное правительство. С 1 января следующего года на территории нашего региона планируется внедрить раздельный сбор отходов для жителей многоквартирных домов. Для этого установят два контейнера разного цвета. Один для того, что можно отправить на переработку, а другой для пищевых отходов и несортированного мусора. Помимо минимизации ущерба для экологии, раздельный сбор возможно снизить плату за вывоз твердых коммунальных отходов. С 3 июня возобновляется практика кошения газонов в соответствии с графиком. Расписание работы коммунальных служб введено по просьбе автомобилистов, чтобы избежать попадания в стекла машин различных мелких предметов, вылетающих из-под лопастей газонокосилок. 3 июня специалисты будут работать на улице Павлика Морозова, Витя Коробкова и Дзержинского. График кошения газонов в июне можно найти на сайте администрации. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Депутат областного ЗАГСобрания Марина Еминцева проведет личный прием граждан. Пообщаться с народным избранникам и задать интересующие вопросы саровчане смогут в понедельник 3 июня с 4 часов вечера. Встреча пройдет в 114 кабинете здания Городской думы и администрации. Предварительная запись по телефону 702 50. Волонтеры гуманитарного склада опубликовали список вещей, в которых сейчас остро нуждается саровчане, оказавшиеся в непростой ситуации. Ребенку с ограниченными возможностями здоровья нужна помощь в приобретении компьютера или планшета. Кроме того, на складе заканчиваются детские и взрослые памперсы, впитывающие пеленки, молочная смесь для детского питания. Все это можно приносить в церковный гуманитарный склад по адресу улица Пушкина, дом 24А. Он работает во вторник и четверг с 17 до 19 и в субботу с 9 до 12 часов. В Сарове и других городах присутствия госкорпорации «Росатом» продолжается прием заявок на конкурс «Живая история», посвященный танцам 19 века. Он пройдет в двух номинациях – «Русский исторический бальный костюм» и «Русские исторические бальные танцы». Кульминацией проекта станет большой фестиваль, в котором примут участие финалисты из Сарова и других зато. Более подробную информацию о проекте можно посмотреть в официальной группе фестиваля исторических танцев «Атомный катерин» ВКонтакте. На базе технопарка Саров будет работать детский кванториум. Открытие планируется уже этой осенью. Сейчас идет набор педагогов и методистов. Для них на базе третьего лице прошла презентация проекта. Кандидатам на замещение вакантных должностей рассказали о новой форме обучения, направлении их работы и зарплате. Одно из требований для соискателей – это прохождение двухнедельной стажировки в Сколково. Подробнее о проекте в следующем репортаже. В Нижегородскую область приходит новая форма дополнительного образования, которая будет направлена на развитие научно-технического интереса детей. По словам организаторов, кванториум – это территория интеллектуальной смелости и изобретательского мышления. О том, как будет проходить процесс обучения, какие требования предъявляются к педагогическому составу и какая задача у проекта, рассказали на презентации. Главное – это способствовать развитию технологического мышления, технического мышления наших школьников и создать непрерывный цикл обучения, начиная с детского сада, продолжая в школе, заканчивая в университете и на промышленном предприятии. Предполагается, что в детском технопарке будут обучаться по различным направлениям порядка 800 детей, причем бесплатно. Проект создан по поручению президента и финансируется за счет средств федерального бюджета и спонсоров. Как заверили представители кванториума, конкурса для детей не будет, возьмут всех желающих. Это особенность кванториума – в каждом ребенке найти и зажечь талант и любовь к техническому творчеству. И не будет никакого отбора, доступ для всех детей будет равен, открыт. Мы рассчитываем набрать ребят из Сарова, Дивеева, Вознесенского, Сатиса. Сейчас идет набор сотрудников на замещение вакантных должностей педагогического состава. Требования к кандидатам – это наличие высшего педагогического или технического образования. К тому же не менее половины сотрудников должны будут пройти двухнедельные курсы в Сколково. Наши наставники будут обладать особыми компетенциями, чтобы работать в этом проекте, чтобы суметь организовать ребят, обучающихся кванториуму, недостаточно классических знаний педагогики и высших технических наук. Здесь самое основное – это владение проектными технологиями, умными методиками, методиками командной работы. Укомплектовать штат сотрудников нужно в ближайшее время, так как уже осенью планируется начать обучение в детском технопарке. Современный календарь пестрит множеством необычных праздников. Самые невероятные предметы или люди получают свой собственный день году. Яркая эффектная половина человечества золотисто-белыми волосами не стала исключением. 31 мая отмечается Международный день блондинок. Кого предпочитают мужчины – брюнеток или женщин с белокурыми локонами? И какие стереотипы о блондинках бытуют среди соровчан, выясняла наша съемочная группа. Блондинка или брюнетка? Каких женщин предпочитают наши мужчины? И в какие вообще стереотипы о блондинках верят соровчане? Пойдемте выяснять. Если честно, брюнеток. Ну, жена брюнетка. И это предпочтение, это отнес брюнетку. Все хорошие женщины. А вы верите в стереотипы о блондинках? Нет. А кому легче в жизни добиться чего-то, блондинки или брюнетки? Все предпочитают, да, блондинок. Почему-то. Блондинкам легче чего-то добиться в жизни, чем брюнеткам? Скуха. Все зависит от характера и от того, как пойдет жизнь. От желания, от умения, от везения. Свет волос. Свет волос – это все ерунда. Блондинки, они вот, ну, такие легкомысленные. А брюнетки, они серьезные, с характером. Ну, мне так кажется. А по-вашему, блондинки, они какие? Стервы. Прям все? Ну, тех, которых я знаю, да. А как вы считаете, если брюнетка перекрасится в блондинку, это изменит каким-то образом ее судьбу и характер? Да, я думаю, что на характер это все равно влияет. А сами вы кого предпочитаете, блондинка или брюнетка? Блондинок как раз. А в стереотипы о блондинках верите? Нет. У меня у вас мои знакомые блондинки, они очень даже умные и сообразительные, интуитивные. А вы верите в стереотипы о блондинках? Нет, я не верю. Это каждый зависит от человека, от состояния человека, от его грамотности, от его эффекта, как он может разговаривать, как себя преподать. Можно и брюнетку влюбиться, между прочим. Ну что же, все-таки цвет волос – это дело вкуса. Но мы же все понимаем, что самое главное в женщине – это ее душа и прекрасные личные качества. Вечер современного искусства в художественной галерее. Театр танца «Кислород» представил саровчанам программу, в которую вошли однакные спектакли и миниатюры. Вечер современной хореографии собрал на одной сцене работы, которая показывает разные стороны танца. От современного лирического джаза до физического театра. Подробности в следующем репортаже. На сцене оживают полотна Кандинского и Рене Магрита, поднимаются вопросы роли и предназначения женщины, воплощаются образы из записных книжек Марины Цветаевой. Организаторы вечера современного танца решили перешагнуть привычную границу восприятия этого искусства. Это такая сборная программа, в первую очередь, чтобы мы могли показать номера, которые мы не можем показать в других местах. То есть некоторые из них такие фестивальные, которые не вписываются в обычные концерты и какие-то обычные мероприятия. И захотелось как-то найти возможность показать это в Сарове. Подготовка номеров для вечера не ограничивалась только танцевальными репетициями. Обсуждали смысл картин, характер героев будущей постановки и тот посыл, который должен уловить зритель. Хореографы называют этот процесс лабораторными работами с танцорами. Мы даже начали быть театром до того, как мы начали заниматься чем-то, что близко в эту сторону. Но в последнее время мне интересен физический театр, пластические театральные вещи. И иногда мы что-то из этого тоже используем, поэтому мы не совсем коллектив в обычном смысле слова. Импровизация, сольные и коллективные выступления. С помощью разных форм танцоры показывали зрителю все стороны хореографии. От современного лирического джаза до физического театра. «Пандора» – так называлась сольная композиция, которую исполнила на вечере Анна Васляева. Первая часть номера до того, как я открываю чемодан. Я полна, я не знаю, всяких ярких впечатлений. И вообще даже можно было с небольшим волнением. Но когда я открываю сам чемодан, я вижу, что там разные пороки людей. В вечере современного искусства в художественной галерее приняли участие старшие группы школы танцев «Аврора» и разные составы театра танца «Кислород». Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин